Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта СИП ЕГЭ. Меня зовут Карпенко Анастасия. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по математике. Несколько слов о структуре занятия. Занятие длится 40-60 минут. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментарии в чате справа. Мы можем, ждем ваши ответы. Если вы решите, быстрее пишите не только ответ, но и ход решения. Важно, если вы что-то не поняли, не услышали или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После трех удалений сообщения, написанных не по теме, участника добавляют в черный список. И вы больше не сможете писать. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо. Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале. Итак, начнем. Тема сегодняшнего нашего занятия – производные. Это седьмое задание в ЕГЭ. Итак, производная. Производная функции называется предел отношения приращения функции в этой точке к приращению аргумента. Давайте разберем физический и геометрический смысл производной. Итак, геометрический смысл производной – это тангенс угла наклона касательной графику функции. Поэтому мы можем записать следующее уравнение для касательной. физический смысл производной. Пусть материальная точка движется по прямой, так что ее координата зависит от времени по следующему закону. То есть задается такой функцией. Тогда скорость материальной точки – это производная. Вот координаты. Чтобы найти ускорение, нужно взять производную от скорости. Таков физический и геометрический смысл производной. Что нам еще понадобится для того, чтобы решить данное задание? Пусть дан график производной функции. И во всех точках мы можем найти производную. Следовательно, функция непрерывна. Тогда можно сделать ряд утверждений. Если производная функции положительна, то функция, сама функция возрастает на этом промежутке. Если функция отрицательна, то она убывает на этом же промежутке. Если производная функции в некоторой точке меняет знак с плюса на минус, то функция имеет в этой точке максимум. То это максимум. Если же с минуса на плюс, то это у нас минимум. Итак, давайте начнем решать задание. Чем? На рисунке изображен график функции, определенный на интервале от минус 6 до 8. Определите количество целых точек, в которых производная функции положительна. Итак, у вас есть минутка для того, чтобы решить эту задачу самостоятельно. Давайте разберем задачу вместе. Производная функции положительна на тех интервалах, на которых функция возрастает. На каких интервалах наша функция возрастает? Итак, возрастает функция вот на этом интервале. То есть от минус 3 до 0. И она возрастает вот на этом интервале. То есть мы движемся вверх. И это здесь не целое число. Возьмем 4 и 2. И до 7. И на этих интервалах мы смотрим количество целых точек. Итак, это минус 2, минус 1. На этом интервале у нас количество целых точек минус 1 и минус 2. На втором интервале количество целых точек это 5 и 6. Обращаю ваше внимание на то, что это интервал. Значит, отрезки мы не включаем. Находим общую сумму и получаем 4. То есть 4 целых точки. Давайте следующую задачу. На рисунке изображен график функции, определенный на интервале от минус 2 до 12. Найдите сумму точек экстремума функций. Экстремумы функций – это точки, в которых функция меняет свое поведение. То есть с плюс на минус, с минус на плюс. Итак, у вас есть минутка для решения. Итак, давайте посмотрим, в каких точках данная функция имеет максимум. Итак, максимум у нас в этой точке – это единичка. Дальше. Максимум вот в этой точке. Здесь у нас 4. Максимум у нас в точке 9. И в точке 11. Это у нас максимум. Минимумы в точке 2, в точке 7 и 10. Теперь мы находим их сумму. И получаем 44. 44 – ответ нашей задачи. Переходим к следующей. На рисунке изображен график функций, определенный на интервале от минус 3 до 9. Найдите количество точек, в которых производная функции равна 0. И пошла минута для самостоятельного решения. Р summit. Продолжение следует... Продолжение следует... На рисунке изображен график функций. Нам нужно найти количество точек, в которых производная равна нулю. Производная функции равна нулю в точках экстремума. Это минус 2, минус 1, 1, 4, 6. И общее их количество 5. Ответ данной задачи 5. А сейчас мы сделаем с вами 30-секундный технический перерыв. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и мы с вами продолжим решение задач по теме производные. На рисунке изображен график функции y равен f от x, определенный на интервале от минус 10,5 до 19. Определите количество целых точек, в которых производная функция положительна. На решение вам дается минута. Итак, начнем разбирать вместе. Производная функция положительна на тех участках, где функция возрастает. По рисунку видно, что это промежутки от минус 10,5 до минус 7,6. От минус 1 до 8,2. И от 15,7 до 19. Перечислим целых. Перечислим целые точки внутри этих интервалах. В первом промежутке у нас минус 10. Далее минус 9. Минус 8. Минус 7. Минус 6. Уже не входит в этот промежуток. Его мы уберем. Во втором промежутке у нас находятся точки 0. Минус 1 не входит, так как круглая скобочка. И это интервал. Получается 0,1,2,3,4,5,6,7 и 8. И в третьем промежутке у нас входит 16, 17 и 18. Итого, если мы сосчитаем количество, мы получим 15 точек. Данная задача решена, переходим к следующей. На рисунке изображен график функции у равная f от x, определенный на интервале от минус 11 до 23. Найдите сумму точек экстремума функции на отрезке от 2 до 10 включительно. На решение задачи вам дается 1 минута. Итак, начнем разбирать вместе. На указанном отрезке мы видим две точки экстремума. Максимум функции достигается в точке x1. x1, и он равен 4. Минимум функции достигается в точке x2, равной 8. Следовательно, x1 плюс x2, раз мы ищем сумму по условию, равняется 4 плюс 8. Итого, 12. Переходим к следующей задаче. На рисунке изображен график производной функции f от x, определенный на интервале от минус 11 до 23. Найдите количество точек, в которых касательное графику функции f от x параллельно прямой у равной минус 2х минус 11, или совпадает с ней. На решение вам дается 1 минута. Итак, давайте разберем вместе. Угловой коэффициент, он же тангенс у клана клона, заданной прямой k равен минус 2. k равен минус 2. Это видно из данного уравнения. k – это вот этот коэффициент. Нас интересуют параллельные или совпадающие касательные, то есть прямые с таким же наклоуном. Исходя из геометрического смысла производной, угловой коэффициент касательный в рассматриваемой точке графика функции. Поэтому для этого мы пересчитываем точки, в которых производная равна минус 2. На рисунке таких точек 9. Их удобно считать по пересечениям графика и линии координатной сетки, проходящей через значение минус 2 на оси оу. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Они показаны черным цветом на графике. Итоговым ответом будет 9 точек. Сейчас мы сделаем технический перерыв на 30 секунд. Здравствуйте! Меня зовут Ксения. И мы продолжим с вами решать задачки. Итак, задачка. Материальная точка движется прямолинейно по закону x, а t равно t в квадрате минус 3t минус 29, где x – расстояние от точки отсчета в метрах. t – это время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость в метрах на секунду. Момент времени t равно 3 секунды. Сейчас я вам дам минуточку для самостоятельного решения, и потом мы разберем. Да, Анастасия, вы совершенно правы. Ксения, к сожалению, вы не правы. Подумайте еще. Валера, вы тоже, к сожалению, не правы. Слава, вы правы. Итак, ну, думаю, можно приступить к разбору. Нам нужно найти скорость. Сейчас мы должны с вами вспомнить зависимость скорости от x. То есть x – это у нас координата. x – это координата. Скорость и координаты зависят у нас, можно зависимость записать в следующей формуле. То есть, чтобы найти скорость, нам нужно взять производную от данной функции. От данной функции. Итак, берем производную. Это у нас уже будет v, а t. t в квадрате. Производная t квадрата равна 2t. Дальше минус. Так и остается. Производная от 3t. Число у нас остается. А производная от t – это будет единица. Мы ее уже, соответственно, не пишем. И дальше производная от минус 29t – это есть 0. Потому что число у нас постоянное. А теперь t нам известно, t равно 3 секунды. То есть, теперь заместо t мы подставляем просто 3. И считаем. То есть, уже запишем v от 3, получаем 2 на 3 минус 3. То есть, 6 минус 3 равно 3 метра на секунду. И в ответ мы, соответственно, будем уже писать с вами просто 3. Так, следующая задачка. Материальная точка движется прямолинейно по закону. x от t равно минус 1 вторая t в квадрате плюс 9t минус 29, где x – расстояние от точки отсчета в метрах. t – время в секундах, измеренное с начала движения. Нам нужно найти ее скорость в момент времени t равная 7 секунд. Сейчас с вами минуточка для самостоятельного решения. И дальше мы разберем задачку. Ну, давайте приступим к разбору задачки. Итак, воспользуемся той же самой формулой, что пользовались в прошлый раз. То есть, скорость у нас будет равна производной от данной функции. То есть, берем просто производную. Так, производная от минус 2t в квадрате у нас будет равно минус 1 вторая, умноженное на 2, и х, t, простите, пожалуйста, плюс здесь 9, а t – это 1, и производная от 29 – это 0. То есть, можем записать, что скорость двойчика на сократятся и останется просто минус t и плюс 9. Время нам известно. То есть, вместо t просто подставляем 7. Минус 7 плюс 9 равно 2 метра на секунду. В ответ мы будем писать уже, соответственно, 2. Так, следующая задачка. Материальная точка движется прямолинейно по закону х от t равное 1 вторая t в квадрате плюс 3t, где х – расстояние от точки отсчета в метрах, t – время в секундах, измеренность начала движения. Найдите ее скорость – метр на секунду в момент времени t равный 3 секунды. Сейчас у меня минуточка для размышлений, и далее мы разберем задачку. Думаю, можем приступить к разбору задачки. Итак, опять вспомним, как у нас зависит скорость от координаты. Координаты – это х, еще раз напомню. То есть, скорость равна… Это производная от координаты. То есть, нам нужно просто взять производную от заданной функции. Итак, тогда скорость будет равна… Берем производную 1 вторая t в квадрат. 1 вторая остается. Степень мы сносим еще и t. Прошу прощения. Плюс производная от трех t. 3 у нас остается, а t у нас будет 1. То есть, v от t у нас равно… Двойчики сокращаются. Остается t плюс 3. Время нам известно. Оно равно у нас 3. То есть, вместо t просто подставляем 3. То есть, 3 плюс 3 равно 6 метров на секунду. В ответ мы будем писать цифру 6 просто. Следующая задачка. Материальная точка движется прямолинейно по закону x от t, равная… t в квадрате минус 7t минус 20, где x – расстояние от точки отсчета в метрах, t – время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость в метре на секунду в момент времени, t равная 5 секунд. Даем минуточку для размышлений, и дальше мы разберем задачку. Ксения, вы совершенно правы, будет 3. Анастасия, вы тоже правы, будет 3, правильно? Давай, Слава, тоже правы. Итак, приступим к разбору задачки. Опять же, используем всю ту же самую формулу, то есть, в зависимости скорости от координаты. v от t равно x' от t. То есть, для того, чтобы найти нам скорость, нужно взять просто производную от заданной функции. Тогда получаем, что скорость равна… А производная от t в квадрате – просто 2t. Дальше. Производная от 7t. 7 так остается, t – это единица. И производная от минус 20 будет 0. То есть, получаем, что скорость равна 2t минус 7. Теперь, вместо t нам нужно поставить наше известное время. Оно нам дано 5 секунд. Тогда скорость будет равна 2 умножить на 5 и минус 7. То есть, 10 минус 7 равно 3 метра на секунду. Вот это мы пишем 3. Сейчас мы сделаем тростисекундный перерыв, и с вами продолжит Валерия. Здравствуйте, меня зовут Валерия, и сегодня мы продолжим с вами решать задачи на производную. Уравнение записано немного. не в удобной форме, поэтому давайте его перепишем. Четвертой степени плюс 6t в третьей степени, плюс 5t и плюс 23. Давайте минуту вам подумать. Не забывайте, чтобы найти скорость, вам надо взять производную от x. Слава, к сожалению, вы не правы. Подумайте еще немножечко. Что ж, правильных ответов я больше не вижу. Давайте с вами начнем разбирать задачу. Берем производную. От минус t в четвертую это будет минус 4t в кубе плюс 6, умноженное на 3t в квадрате плюс 5. Извиняюсь, без t. Производная от 23 равна 0. 59 – это правильный ответ. Дальше подставляем время. В от 3 получаем минус 4, умноженное на 3 в степени 3 плюс 6, умноженное на 3 и умноженное на 3 в степени 2 плюс 5. Ответ получается 59. Следующая задача. Материальная точка движется прямолинейно по закону x от t, равная 6t в квадрате минус 48t плюс 17, где x – расстояние от точки отсчета в метрах, t – время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость в метрах в секунду. Момент времени t, равный 9 секунд. Даю вам минуту на подумать. Не забывайте, чтобы найти скорость, вам нужно взять производную от x. Ксения, Слава, вы абсолютно правы. Ответ 60. Что ж, давайте разбирать задачу. Чтобы, как говорилось ранее, чтобы найти скорость, нам нужно взять производную от x. Это получается 6, умноженное на t и умноженное на 2. Минус 48. Все. Это будет производная от x. Далее нам надо найти в момент времени t, равное 9 секунд. Находим v от 9. Получаем 6 умножить на 2 умножить на 9 минус 48. Ответ получается 60 метров на секунду. Следующая задача. Материальная точка движется прямолинейно по закону x от t, равное t в квадрате минус 13t плюс 23, где x – расстояние от точки от счета в метрах, t – время в секундах, измеренное с начала движения. В какой момент времени в секундах ее скорость была равна 3 метрам в секунду? Нет, Ксения, к сожалению, ответ минус 7 неверный. Давайте временно подумать. Не забывайте, что, чтобы найти скорость, вам нужно взять производную от x. 7,5 – к сожалению, неправильный ответ. 7,5 – неправильный ответ. Слава, вы правы, ответ 8. Ксения, вы тоже совершенно правы. Что ж, давайте разбирать задачу. Найдем производную. v от t получаем 2 умножить на t минус 13. Далее нам надо найти не время, а… нам надо найти время, зная скорость. Значит, мы 2t минус 13 приравниваем к 3. Отсюда получаем 2t, равное 10, равное 16. Отсюда находим t. t получается равное 8 секундам. Это и будет правильным ответом. Это была последняя на сегодня задача. Большое спасибо за внимание. Вы самые лучшие слушатели. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на cbg.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице cbg.ru. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям-одноклассникам. Проще всего это сделать с помощью баннера сверху. Пожалуйста, помогите проекту. Нажмите кнопку «Поделиться» и разместите информационное сообщение о нашем проекте на своей странице ВКонтакте. Чтобы проект оставался бесплатным и мы смогли подключить новых преподавателей, нам очень нужна ваша информационная поддержка. До свидания.